Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! 1 октября у меня на канале вышло видео «Кто заказал Виссариона?» Снял я его на события, которые произошли не так давно, когда 22 сентября арестовали Виссариона и его двух товарищей в городе Солнце и осветили это по многим телеканалам и последней каплей, что послужило к тому, что я взял, написал статью, а потом по ней сделал видео свое это была передача «Доктокс, Обчак», где они просто поглумились, растоптали, соответственно, не только Виссариона, а я его лично и не знаю, но и общину людей. По тем фильмам, сюжетам, которые я видел ранее по интернету, об общении, фильмы разные, я мог судить, что много неправды из того, что говорят и потому я снял первое вот это свое видео. Итак, я написал вторую статью. Я пообщался с огромным количеством людей, кто живет в поселении, кто рядом живет, у кого там друзья живут. И сейчас я вам зачитаю, ну, то же самое, что своими словами скажу, потому что это я писал для того, чтобы было четко сжато, потому что информации много и хочется донести максимально сжато и кратко до вас ее. А вы это должны знать. Так как я надеюсь, что вам не безразлично то, что у нас в стране происходит, и моя хата не с краю должно быть вот такое отношение к жизни, потому что люди сделали, как бы что кто ни говорил, новый поселок. За 30 лет крупный новый поселок, который на карте страны появился, где люди живут, работают, трудятся, занимаются и сельским хозяйством, и ремеслами, и много чем еще. И вы это должны знать и не должны быть к этому равнодушны. Итак, поехали. Своё второе видео я назвал Виссарион секта или эко-поселение. Город солнца, правда и ложь. Итак, хочу сказать своим новым зрителям сразу наперед, прямо и честно, что я сам не религиозный человек и не член общины Виссариона, никогда там не был к сожалению, хотя хочу поехать теперь уж точно, и по этим причинам не буду, да и не могу их защищать по этим причинам, а буду защищать по другим причинам. Меня вообще не интересует их религиозная сторона жизни. Тем более, что у них многое изменило за последние 30 лет существования общины. Выросли дети, у некоторых уже свои дети, то есть третье поколение растет. Многие из детей совсем не религиозные, об этом будет сюжет, кстати. Но они, эти люди, эти дети, выросшие молодежь, любят свою землю, свои дома, хозяйство, свою родину, малую и большую. Меня же интересует хозяйственная деятельность общины, коммунная, если хотите. И интересует правда. Справедливость интересует. А то, что произошло 22 сентября, это несправедливо, это подло. Зачем я снял первое видео то, а теперь второе делаю? Отчасти я это пояснил в том моем первом видео. Итак, из данного видео вы узнаете, во-первых, письма, огромное количество писем, которые мне пришли, кое-что я зачитаю, но это малая часть, будет потом ссылочка под видео, кто захочет все изучить. Но резонанс был большой. Второе. Почему это заказ все-таки? Доказательство. Причины этого дела, а их шесть причин. Важное интервью было у меня по скайпу, о нем я вам скажу отдельный пункт и написал с тем, кто там 26 лет уже живет. Кстати, а вы знаете, что сняли док-ток две части «Обитель зла» Собчак и показали только одну, а вторую не факт, что покажут, но об этом я сейчас расскажу. Также расскажу и про ребенка, которого не давали врачам якобы. Про рабский труд и другие обвинения, которые есть у следствия и СМИ, поговорим. Я вам также скажу, что такое есть понятие «любить Родину» на самом деле. Или в этой связи, почему я снял второе видео, я покажу вам очень любопытные документы, фотографии, которые вам стоит видеть. Также, зачем верующим нужно оружие в поселении, петиция, обращение, ресурсы, где можно узнать правду и расспросить непосредственно вам, напрямую, жителей, которые там живут. Девятое письмо и обращение людей из общины и местных старожилов. Причем будет очень интересное маленькое интервью, несколько секунд женщины, которая там живет, по-моему, продавцом работает, но из магазина, по крайней мере, интервью. Это просто вам необходимо слышать. Ну и будет в конце письмо, переговоры с подругой Ольги, той самой, у которой от пневмонии умер ребенок, о чем трубят все каналы. Дорогие друзья, мое прошлое видео вызвало огромный резонанс. Мне написали десятки людей, которые и вообще не проживают, и те, кто их знает, знает долгие годы. Мне многие писали из-за границы, даже из Норвегии, фильмы присылали. Все это будет по ссылочкам вам дано обязательно. Посмотрите, изучите, кто что захочет. С некоторым я пообщался в переписке людьми, да, и даже по скайпу. Для себя я прояснил очень много важных моментов, именно тех, на основании которых ставят обвинения в адрес Виссариона с товарищами, телеканалы и следствия. Почти все обвинения рассыпаются о неопровержимые факты, которые мне предоставили люди. Конечно же, теперь я склоняюсь абсолютно к мысли, что это все заказ заинтересованных лиц. Давайте разбираться. Я предоставлю вам очень важные сейчас данные, информацию, факты. Я же предполагаю, что задача тех, кто стоит за следствием, за всем этим, не только осудить Виссариона, но разогнать, уничтожить общину, по сути. И на то есть свои причины. А вот зачем, почему об этом говорят факты или совпадения, как вы сами будете считать. Вот посмотрим. Слушайте и думайте сами. Я же постараюсь свою эмоциональность подавить, но, правда, это сложно у меня иногда получается, потому что обостренное чувство справедливости у меня. И я полагаю, что такие вещи делаются у нас не из заботы о людях. Кстати, после выхода моего первого видео я помощницу свою попросил написать караулову и пивоварову, посмотрим, как они отзовутся и захотят ли осветить эти моменты. И хочу сказать сразу, что любить Родину, это не березки целовать, а это помогать тем хорошим, порядочным людям, которые в данный момент больше всего нуждаются в помощи. То есть тем людям, которые попали в беду. И так о причинах всего этого дела. Во-первых, то, что я говорил в первой части. Дорога нужна для горно-рудной компании одной, которую, по-моему, насколько я там помню из сюжета одного журналиста, тоже за который стоит Прохоров. Так вот, люди, поселенцы подавали петиции, много раз пикеты устраивали против строительства дороги, которая загрязнит реку, которая загрязнит их поселение. Вторая причина, это производство из бревен бань, домов. Это огромная конкуренция. А об этих людях, конкурентах, я кое-что интересное сейчас расскажу. Третья причина. Община стала иметь политический вес, потому что в муниципальные органы власти местной, они выбирали своих людей, потому что эти люди ходят на выборы сплоченно все, явка огромная, и они уже стали выбирать людей, которые отстаивают, что, естественно, интересы этой группы людей. Вот это многим не понравилось, ну, сами понимаете. Четвертая причина. У подножья горы нашли золото. Пятая причина. Самое главное, что там в районе нашли неподалеку несторождение никеля. Ну и шестая причина. Нелюбовь РПЦ вообще непонятна, конкуренция. Но, вероятно, совпали некоторые факторы, которые как раз и привели к тому, что кто-то нажал на рычаги. Все возможные рычаги прилетело. Шесть, говорят, вертолетов, как телевизионщики говорили. Почему в сюжете, мол, почему пришлось там спецслужбам или ОМОНу? Это там куча народа понаехала этих с автоматами в бронежилетах. Это что им пришлось? Трех человек пришлось забирать? Я просто в шоке. Ну, как это не назвать? Не маски шоу? Конечно, да. Твердят нам с экранов. Секта, секта. А что такое секта? Хоть бы поинтересовались в терминологии. Ушакова словарь хотя бы посмотрели. Ну ладно. Назовите это, кстати, общиной, коммунной, что в большей степени отражает реалии. А самое главное, еще раз скажу, что на карте нашей страны новое появилось поселение. Люди с нуля саморганизовались и создали его. Ну, естественно, в этом заслуга там Виссариона, как духовного лидера. Об этом сейчас говорить не будем, о религиозных нюансах. А мы говорим о факте случившегося, есть огромное новое поселение, где люди живут совершенно иной жизнью, трезвой жизнью. Работают, создают продукты своего труда, продают их, строятся, закупают новое оборудование, создают ремесла, мастерские. И это все хотят уничтожить, вместо того, чтобы на этом их примере других вдохновлять переезжать на землю, а не на этот непонятный, брошенный, как кость, один гектар и копайся как хочешь, мол, программа у них. Екатерина Арсентьева пишет. Благодарю. Я живу в общине 24 года. Все, что о нас показывают, пишут СМИ, ложь. Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной общины. У них регистрация 91 года как религиозная община, то есть такая же, как РПЦ и прочая официальная регистрация. Но им сейчас нельзя, а другим можно. Так вот, о ликвидации религиозной общины Церкви Последнего Завета слушание будет 26 октября этого года. Дорогие друзья, следите за этим обязательно и непременно. Далее, скинули мне ссылочку, будет она, ну и внизу тоже, где женщина, религиовед, да, профессиональный религиовед, о Виссарионе общине очень интересные вещи говорил, но беспристрастно совершенно. Ну, например, кратко, что десятина, мол, у них и продажа имущества, она говорит, акт веры при любой религии, в любой конфессии, это раздача имущества и талон, к чему стремится тот же Христос, мол, босиком и раздать имущество бедным, нуждающимся и так далее. И у РПЦ, она знает такие случаи, когда религиозные и православные люди все отдавали, уходили в монастыри, например, там и так далее. Лично знает таких людей, и что добровольно, добровольно люди отдавали. Чем зарабатывает, она говорит, община? Экатуры, дома, ремесла. Она говорит дальше, что любую религиозную организацию можно притянуть за получение денег, если будет на то желание. Не пускать врачей, а, кстати, они пускали, об этом сейчас очень интересный будет нюанс. Говорят, не пускать врачей, но в православии, говорит, тоже знает много, когда люди православные такие, ортодоксальные, не пускали врачей, последствия были тяжелые. И что, патриарха за это винить надо, вот именно за это? Про то, что обучение, а у них, кстати, дистанционные, официальные выдают дипломы и все остальное. Так вот, а есть религиозные и православные люди, которые вообще не обучают детей и никакое отношение к системе, чтобы они не имели. И не только дистанционные, а никакого обучения нет, ну, кстати, например, как это у Стерлигова, насколько я знаю, он обучал, там приводил сам, кого он хочет, сам обучал по книгам церковным и истории летописи, там и так далее, да? И я не знаю, есть у них дипломы или нет, но к нему не приходят, да, например. Ну, а теперь крайне важное. Было у меня интервью по скайпу с Александром Каджибашем. Так вот, он говорит, что он живет вообще не сам лично, 25 лет, знает практически всех. Сам он рукодельник, ну, ковщик, рубщик, гончар, гончар на у него свое дело. Естественно, все по хозяйству, дом себе рубил сам, помогал другим знакомым, как и ему люди, соседи помогали. Член общины, но живет не в центре, а вот в одной из деревень, где основная часть общины живет. Качество по скайпу было с той стороны его плохое очень, но МПЕК требует, кто захочет, дадим посылочки, посмотрите. Ну, я сейчас кратко вам скажу, о чем с ним говорили, очень о важных вещах коснулись. Первое. Они соблюдают законы, платят налоги, проверяют их 25 и даже более лет, и уже бы давно бы и посадили, и разогнали, если бы были какие-то нарушения, которых, впрочем, не находили. Живет там в округе 4,5-5 тысяч человек. Это группа поселений, вернее, деревень вокруг как бы центра города Солнца, да, раскиданы они на большом довольно-таки расстоянии, тем не менее, это вот такая большая группа людей. Претензии от соседей, вот кого там привели в студию, мол, показали, в том числе у Собчак, претензии, кто имеет, кто свои истории рассказывал. Кстати, о большей части из этих людей мне написали, я вам сейчас зачитаю, то, что о них говорят. Те люди, кто их знали, ну, соответственно, их соседи бывшие. Так вот, Александр говорит, что никогда претензий от соседей не было, обид никаких в глаза, по крайней мере, об этом никто не говорил. Про запрет ходить к врачам. Значит, он меня прям перебил, говорит, отличный вопрос, отличный. Так вот, он говорит, Виссарион, их учитель духовный, всегда говорил, даже ругал, быстро, мол, к врачам, если там про детей шла речь и так далее. Я вот единственное не уточнил потом у него, что это всегда так было или нет. Но, по крайней мере, он говорил там, что никогда запретов никаких не было. И более того, акцентировал, что даже женщину одну, вот он, я записал, ругал, что, мол, какой-то случай был, он говорит, быстрее к врачу и не вздумай, так сказать, это, сама и так далее. Но напротив, вот кто вылечился, там просто кто-то про язву что-то там говорил, там язва у него там открылась. Он говорит, я про это не знаю, вот наоборот, про многих знаю, кто излечил свои заболевания, перейдя на адекватное человеческое питание, кто изменил вот образ жизни, среду, все изменил, да, то есть переехал из города. Вот таких много. Он знает одного человека, ему лет под 70 или за 70. Он обещал связать меня вот с одним из них, где он сам расскажет про такую историю. Да, теперь про то, что погибло два ребенка, как вот в этом видео сказали. Я спросил, за 30 лет больше нет? Он говорит, я не знаю, может быть, но это, представляете, сколько тысяч людей там было, приезжало, что там живет сейчас 5000 человек и два ребенка погибло. Причем еще как? Ну, я, тем не менее, попросил найти родителей этих детей. Он сказал, что я обязательно это сделаю и устроим интервью, где сами родители все расскажут. Правда, одна переписка с одной женщиной, вот как раз Ольгой там, по-моему, будет вам представлена уже сегодня. Кстати, Александр сказал, что его на скайп-конференцию тогда пригласили, Собчак в программе, как и некоторых других людей из общины, но так и не дали им ничего сказать. Значит, теперь Дмитрия Кистерского, ну, одного из тех, кого в студию приглашали, знает хорошо. В шоке был от того, что он какие-то имеет претензии. Только на программе он узнал о каких-то претензиях от этого человека, знает он его хорошо. Он говорит, я обязательно с ним поговорю, что он произошло, что вообще случилось, к чему это так было делать нехорошо. Второго человека, Эдуарда Мезгарева, он увидел и узнал о нем вообще только из программы. Вот интересно, другие члены общины что-нибудь знают об этом человеке. Дальше. Про Мязину и Карпинскую, это мне написали другие люди, у Александра я не спрашивал, к сожалению. Дальше. Про то, что порвали спины, рабские труды, что заставляли трудиться и так далее. Он просто эмоционально, искренне, такие вещи невозможно. И просто это вот, понимаете, это те люди могут утверждать, кто сам является подонком либо паразитом, тварями. Потому что вот люди, не уже только такие люди не могут представить, что такое есть труд созидательный ради общего блага. Это как поколение, которое трудились на Байкало-Амурской магистрали. Те наши предки, которые после Октябрьской революции и Гражданской войны восстанавливали страну, которую всю жизнь отдали полностью себя без остатка. Это что, получается, и к таким людям у этих претензий? А ведь тут отличий нет. Люди для себя жизнь новую строили. Они ведь помогали друг другу строить дома. Они помогали создавать общие, красивые территорию отдыха, праздников там и так далее, и так далее. Приема гостей, туристов. Это община, понимаете? Община. Как вот есть старобряческие общины, на которой, кстати, гонения были тоже, когда раскол Никона был, и тысячи людей, сотни тысяч уходили, и в другие страны уезжали, и в Сибирь шли, и так далее. И что? Так вот, он говорит, что никто никого никогда не заставлял. Это принципиально. Это абсолютно вот все могут подтвердить. И добровольно в радость работали друг другом для души. Им негать помогали строить, и я помогал строить. И не только об этом не сожалею, но и буду дальше этим заниматься, продолжать помогать людям друг другу на общее благо трудиться. Про многоженство он слышал что-то такое, но по пальцам одной руки можно посчитать, кто что-то такого был. Он говорит, вы один факт, вот поймите, что категорически у нас запрещено в дом приводить просто женщину. Ну, то есть, имеется в виду не жену. Поэтому принципы семьи соблюдались, как я понимаю, как он сказал, жестко. Про Вадима Редькина, одного из арестованных, он сказал, что это добрейший, порядочнейший человек, отзывчивый человек. Пример для меня такой, на который я буду равняться всю свою жизнь, к которому стремиться. Я спросил, как коренные жители деревень относятся. И в целом положительно. А теперь давайте поставим интервью вот с этой, ну, я предполагаю, продавщицей, просто сюжет из магазина, может быть, я ошибаюсь, женщиной точно местной, которая родилась в этих местах. Итак, смотрите. Я родилась в Петропавловке, я живу в Петропавловке, но я никогда не виделась здесь женщины, которая себя называет Таниной Миковой. Я такой семьи не знаю. Тем более человек здесь прожил 12 лет, значит, она должна была примелькаться и заполниться. Тем более человек так конкретно и не сказал, в какой дереве я живу, ничего конкретного она не сказала. Ну, половина там притянута за уши, извините меня, никому никогда не запрещалось пить воду. Ограничивать, да, но чтобы вообще воды нет, такого я не слышал. Я еще хочу сказать, всю жизнь живу в этой деревне. Помощь реальную я видела только от бессеренцев, но не от государства. Ну, что еще сказать? Меня никто не принуждает, за ту помощь, которую мне оказывают, никто не принуждает вступать в секту, как они говорят. Мой ребенок занимался танцами, даже две дочери у меня занимались танцами, с нас никто денег не брал. Все делали сообща, костюмы шили сами, все делали сами, как говорится. Не знаю, негатива я не видела. За все эти годы, вот что, живут в деревне виссарионцы, я от них негатива не видела. Плохие люди есть везде, хороших все равно больше. Ну, что скажете? Добра она от кого видела, а от кого не видела? Какие же есть твари все-таки? Как земля доносят этих подонков? А вот посмотрите сюжет из фильма одного местного телеканала, который называется «Как последователи церкви Виссариона живут в Красноярской тайге». Но чем интересен этот сюжет, который сейчас увидите? Что это не те последователи, или как их называют сектанты, а именно человек, который совершенно не верующий ни во что. Простой человек. Мама, которая в свое время переехала, обосновалась, построила большой дом, деревня одной из тех, где живут члены общины в том числе. И что он говорит о людях, как с ними общаются, и, собственно, сравнивает с городом и вообще с общением человеческим, простым общением с людьми. Это очень ценный нюанс, сюжет информации. Посмотрите. Мама Евгения приехала сюда из Китая вслед за учением. От нее у сына остался один из самых заметных домов деревни. Сам Евгений себя верующим не считает и даже не придерживается повсеместной вегетарианской диеты. Но завести семью и остаться жить решил именно здесь. Как раз таки вот здесь легко и с людьми, и в других деревнях не так. Не такое общение. Ну, благодаря, кстати, Виссариону, вот его учению, с людьми легко общаться. То есть город не тянет, там нет общения, по сути, такого, как здесь. Тут нет религии никакой, только саморазвитие. В принципе, это и говорит учебник Виссариону, насколько я понял. Ну вот вы услышали, и это не исключение, это как раз правило. Но такая жизнь, чтобы люди так жили, видимо, кого-то очень сильно не устраивает. Теперь, у них там есть, я спрашиваю, чем занимаетесь, какие ремесла, что и пекарня своя, и амбулатория своя строится. Вот в этом сюжете, в фильме, хроника последнего лета перед бурей, в обители рассвета, там есть, как дети выросли, молодежь строит, чертежи у них, амбулатория, там, значит, дровники, прочие хозяйственные и прочие постройки. У них там пекарня, земледелие, деревообработка, гончарная производство, швейная мастерская, производство музыкальных инструментов и много-много чего другого. Ну, мебели, само собой, и так далее. Уважаемые зрители, обязательно посмотрите вот это видео, которое называется «Хроника последнего лета перед бурей в обители рассвета», где действительно жители сняли, ну, великолепный фильм, что называется «Беспрекрас, то, что есть», вот как они работают, трудятся вместе, как общаются между собой, про молодых людей, которые уже там выросли, что они создали, то есть просто вот картина объективная того, что в глухой тайге они своим общим трудом создали. Вы знаете, еще вот мой совет, если захотите, это, конечно, я не настаиваю совсем, есть такое видео с Пашкой конями нашего поля под весенний посев. Посмотрите это видео, быть может, какие-то чувства, которые дадут вам, помимо разума и логики, что-то понять, может быть, очень важное. Теперь про конфликт с теми двумя товарищами, о котором был сюжет в первой части моего видео. Некий Богомолов Константин Николаевич. Так вот, он говорит, да, это так и есть, это истинная правда, работали у него многие из нашей общины, но как стал этот товарищ Богомолов писать доносы на Виссариона, люди наши ушли от него, и у него есть предположение, что да, причину брать конкуренцию, то есть, собственно, копали они, что называется, и выкопали под себя. И про этот пункт про срубы и так далее, сейчас будут интересные доказательства, погодите. Теперь вопрос о дороге, что хотели провести, вы представьте, для этих камазов, которые с рудой будут носиться, через деревню, прямо через деревню, они там красоту навели, дорожки засыпали, они там, ну, дети у них там, собственно говоря, играют, гуляют на улице, да, и без присмотра. Вы представляете, что это такое? Будут носиться камазы. Ну, это, говорит, слава богу, отстояли, ну, а теперь вот по речке. А как загадят природу? Что будет с окружающей средой? Мы знаем, как работают эти компании. И, кстати, об этой компании очень интересную статейку мне нашла жена, случайно увидела, в Телеграме. Канал называется Незыгарь. Фамилия, что ли, такая? Очень интересно. Около Кремля и чуть ближе называется. А ну-ка, я вам её зачитаю в конце. Теперь про оружие речь зашла, я спросил, но он говорит, слушайте, мы живём на краю деревни, медведи вот недавно у соседа яблоки вот ломали, перелезали. А у каждой семьи много детей. Как вы думаете, люди боятся за жизнь, здоровье детей, жён? И что, они не могут иметь оружие или имеют? Я его перебил и сказал, вы знаете что? Я вам более того скажу, что я считаю, что каждый уважающийся мужчина, да, не просто может, а там должен там иметь оружие у себя дома, но и применять его в случае, не только если там ты живёшь на природе и там медведь полез в окно дома, ну я условно говорю, или там, значит, задирать пошёл кого-то из домочадцев. А если какая-то тварь, подонок, мразь, лезет к тебе в дом, чтобы обокрасть, убить или там, не дай бог, что-то сделать плохое с твоими детьми, близкими, женой, то ты просто обязан его застрелить, эту гадину. Это просто твой гражданский мужской долг. Поэтому оружие иметь надо. Я говорю, вы оправдываться даже не вздумайте. Вы просто гордо и смело говорите, пошли вы на. Это не ваш собачий дело. Оружие есть, будет и обязано быть. А то, ишь, у миллионов других людей, у нас, охотников, прочих, есть оружие. А у них что, типа, не может быть оружие? Тем более, что оружие, как вы уже знаете с первого сюжета, я надеюсь, а нет, посмотрите, нашли совершенно не у Виссариона и совершенно не у ближайшего окружения и даже не в самом городе солнца, а в окрестных деревнях в одном доме. Но представили это всё так, как чуть ли не у Виссариона. Умеют делать это телевизионщики. Кстати, я был шокирован. Про веганство-то речь. Помните про запреты по телевизору? Всё там они говорили, что их там заставляют, там не есть, там мясо, у них такой отказ, жёсткое веганство. Ложь, враньё, подлое. У них никакого веганства нет. Они едят яйца, молочку, то есть когда-то было, наверное, а потом они спокойно вот ввели, и у них есть и то, и другое. Так что всё, про веганство больше никто рот не развивайте. Про алкоголь теперь вообще очень интересно. Вот Александр говорит, что во второй части, ну короче, так и не выпустили, да, в эфир. А у него, кстати, есть. И вот эту вторую часть он мне вышлет, и я, дорогие друзья, вам вторую часть покажу. Так вот, там был Елисей, сын Виссариона, где он говорил, вы что? Мол, люди, так сказать, это вообще вот то, что показывают в сюжете. Нашли элитный алкоголь, бутылки. Это не наши полки, это не наши стены, это вообще не у нас снято. Между прочим, во второй части, говорит Александр, очень многое было записано то, что, видимо, конечно, совсем неудобно в конве вот этой пропаганды и навязывания вот этих идей, о которых говорили, что это обитель зла, там и так далее. То есть не вяжется. Они не стали выпускать, ну не знаю, выпустят, нет. Ну а мы с вами это увидим. Да, и кстати, при общении с Александром он сказал, что Виссарион, ну когда я задавал вопрос про алкоголь, как у вас там с алкоголем, он сказал, что Виссарион членом своей общины не запрещает употреблять алкоголь, на что я даже возмутился, сказал, ну это вообще, конечно, немыслимо и, так сказать, здесь должна быть четкая непримиримая позиция с этим страшным злом в обществе. Но он говорит, что сами не пьют в принципе, ну говорит он, что это нехорошо, понятно, но запрета как такового нет. Поэтому здесь в этом смысле тоже камень в их огород кидать в плане СМИ не стоит. Но тут как раз я занимаю более жесткую позицию, потому что для нормального существования общества, для того, чтобы сохранить генетику, геном, генофонд народа, для того, чтобы будущее было у наших детей, у нашей страны, человек должен оставаться трезвым. А на земле человек быть должен трезвым, тем более трезвость это норма жизни. И вот, что я ему ответил на это по скайпу, вот послушайте этот маленький сюжет. У меня, например, лично на этот счет гораздо, получается гораздо жестче, потому что у меня, например, принципиально, я не беру на работу людей, которые употребляют алкоголь или курят, да, то есть я не то, что не вижу в этом ничего-то хорошего, это не их собачье дело мне говорить, кого мне брать в свои там друзья, соседи, да, работники. То есть это, я просто скажу, это не их поганое собачье дело, вот. И указывать, это они пусть себе указывают, мамам, папам своим, своему начальству на телевидении, милицейскому там начальству, а мне это, например, указывать, пошли бы они куда подальше. Вот, поэтому я природный трезвенник, я никогда в жизни не потреблял алкоголь. К этому я отношусь, к этому я отношусь, как к страшнейшему злу, потому что это генное оружие, этим уничтожают наш народ, почти уже уничтожили, потому что алкоголь это именно протоплазматический яд, это наркотик, это причина 99% всех бытовых преступлений, это почти 100% преступность за рулем, когда погибают люди, всегда в основном алкоголь, как с Ефремовым сейчас произошло и так далее. И это каждый день происходит, даже вот у меня, где я живу в маленьких Пушкинских горах, это происходит чуть ли не там раз в месяц, когда это действительно и людей-то нет, и дороги пустые, и даже тут это происходит, это всегда алкоголь. Поэтому, как раз наоборот, я был уверен, что запрет есть, и я бы его лично не то что поддержал, я бы сказал, да вы чего, сволочи вот этим всем телевизионщикам, наоборот, это ввести надо законодательно вообще на всей территории Российской Федерации. Если вы хотите сохранить народонаселение, если вы хотите, чтобы люди жили здоровыми и счастливыми, а это может быть только трезвые люди, это могут быть, и тогда здесь я абсолютно не преклонен, у меня жесткая позиция. И как раз наоборот, я советую, вот когда выйдет Виссарион, когда отпустят, и тогда наоборот, эту позицию очень жестко, потому что это патриотическое, это гражданское, железное, чистая, честная позиция, которой только такой может быть, алкоголь и общество – вещи несовместимые. Далее, срубы, дорогие друзья, переходим к этой теме. Пишет Эдуард мне, Юрий Андреевич, здравствуйте, спасибо вам за поддержку нашей общины, за непредвзятость, именно так. Хотел бы поделиться с вами документом, подтверждающим связь тех самых бизнесменов по рубке домов и ФСО России и статью с подробным описанием, может пригодиться. Статья будет по ссылочке под моим видео, во вложении пишет Эдуард, а вы сейчас посмотрите на своих экранах фото мужа Ксении Собчак, Богомолова Константина Юрьевича и выше упомянутого, ну вот тем журналистом и мною потом в первой части моего видео, Богомолова Константина Николаевича. Представляете, фамилия и имя совпадают, такие полные почти тезки, отчества разные, но понятно, это люди разные, так совпало. В обнимку стоят, вот посмотрите, двух этих друзей, кстати, бухие, но по крайней мере один из них как просто дальше некуда. Ну что это за люди, которые так бухают, тоже можно себе представить, по крайней мере вообразить. Не люблю пьянь. А также пишет он далее, что если вас заинтересует взгляд изнутри общины, то в Фейсбуке Михаил Борзов систематизирует взгляды и детей и взрослых на саму жизнь в общине. Обязательно ссылочку дадим под этим видео. А теперь, дорогие товарищи, посмотрите вот на эту бумагу, документ, где как раз тот самый Богомолов пишет такое гордое письмо, мол, ну где суть такая, мол, посмотрите, кто мы такие, для кого мы делаем все это, вот эти срубы там, бани и так далее. Никаких препятствий нам не чинить, мол, мы крутые. Вот посмотрите. Пишет Лейла. Мое видео в поддержку общины города Солнца, многодетная певица из Европы. Ссылочка будет. Зинаида Ануфриева. Молодец, что написала. Мне очень не понравился вот этот Дворкин, он всегда мне не нравился, он злой такой человек, и видно, что нехороший. Ну, тут написала. Биография мошенника-сектоведа Александра Дворкина. Это написала Зинаида Ануфриева, я за что купил, за то продал, а вы смотрите по ссылочке, если вам будет интересно. Я еще даже, честно, не смотрел. Алена Солдатова пишет, Юрий Андреевич согласен с вами полностью. Это уникальная община, уникальные люди. А то, что эти сделали, просто за гранью добра и зла. Нам нужно встать на их защиту. Мне кажется, тут только общественный резонанс может спасти общину. Петиция уже есть. Дорогие друзья, петиция будет под этим видео, присоединяйтесь к ней обязательно. Кстати, если вы захотите посмотреть тот сюжет, я нашел РЕН-ТВ, я был прав, которое называлось «Адепты сектора Виссариона, напали на корреспондентов РЕН-ТВ», будет по ссылочке. Ну, там, конечно, просто полный вперед, но вы сами посмотрите, как этот наглючий журналюга провоцирует людей, как он глумится, что это за человек. Это видно, очевидно, просто абсолютно сразу. А теперь, внимание, письмо, вернее, три от Андрея Кудрявцева. Очень важно. Я начну прямо с первого по порядку. Доброе время суток, Юрий Андреевич. Высылаю вам видеообращение к президенту Российской Федерации от членов общины Виссариона поселок Журавлёво Курагинского района Красноярского края по поводу инцидента, вот случившегося 22 сентября. Значит, ссылочка, дорогие друзья, будет под видео. Ну-ка, прочтите. Он пишет, был в отпуске у матери в тех местах, снял на фотоаппарат по просьбе общинников. Смонтировать особо не на чем было, делал на коленке. Вообще-то я профессиональный телеоператор, работал в своё время на ТВЦ. Виссариона и Вадима Редькина знаю лично с 90-х годов, то есть почти уже там 25 лет, да, видимо. Многое проходило на моих глазах. Посещал город Солнце, лично знал также москвичку, внимание, Марию Карпинскую, в прошлом журналистку, которая около 25 лет периодически выступает на разных каналах ТВЦ в печати против Виссариона. У неё такая, знаете, злоба какая-то и мания. Ну, 25 лет выступает против её, когда надо что-то снять против её, всегда сразу приглашает, но она с радостью всегда отвечает и выступает против. Интересно, а в чём есть такая мания? Вот ненависть, откуда, интересно, она пошла? Ну, мы об этом поговорим. Так вот, 25 лет выступает, в том числе в недавней программе Докток у Собчак. Знаю истинные её мотивы, а не то, что она всем рассказывает. А давайте, друзья, и мы узнаем истинные мотивы, по крайней мере, со слов человека, который изнутри это знает и тоже является её коллегой, журналистом и работал на телевидении. И всегда к нему можно за объяснениями, разъяснениями обратиться, не правда ли? Пишет дальше. Готов помочь. Проживаю в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, на два города. На связь смогу выйти где-то 7-8 октября. До этого буду вне интернета. Ну, когда будет связь, там он писал и мне отвечал. Второе письмо его. Здравствуй, Юрий Андреевич. Появилась возможность выйти на связь. Я сейчас еду на поезде из Сибири в Питер. Связь не везде. Мотивы видеообращения, как я понял, любыми путями донести суть происходящего до президента, поскольку у общины есть пока в него вера. Ну, есть у него вера. Я понимаю, что многие сейчас будут писать, что смысла нет. Люди цепляются за любую возможность, они должны и просто обязаны не упускать никакой шанс. Верят люди пока в него, как в гаранта конституции и прав граждан. Ну, я добавлю и в том числе, поскольку есть государственные программы о защите, о развитии села, о развитии, так сказать, заброшенных деревень и так далее, территорий. Ну, значит, естественно, они обязаны написать, написали. Понятно, что это последняя надежда, ибо к уголовному преследованию подключились высшие чины ФСО прокуратуры Красноярского края и, по всей видимости, тут имеются интересы Михаила Прохорова. Но об этом многие уже говорят, вот я сейчас письмецо еще зачитаю. На протяжении 25 лет, насколько я знаю, из Красноярска и Москвы вообще не были постоянные проверки МВД, прокуратуры, ФСБ, Минздрава, общественных организаций. Представляете, что творят? Я в шоке просто. Каждый раз такие проверки заканчивались положительным результатом в пользу общины, то есть не находили мотивы для ее закрытия и возбуждения уголовных дел. Это о чем говорит, дорогие друзья? Что все предельно ясно, прозрачно и честно. И было бы странно, если было бы по-другому. А если бы было по-другому, давно вы закрыли. И вдруг понятно, что сейчас появились высокие заинтересанты, связанные с коммерческими интересами в регионе. И еще за государственный счет. Ну, об этом чуть позже. Третье письмо. Я их в обратном порядке записал тут просто по мере поступления. А мотивы... А я спросил, какие мотивы Карпинской? Это личные. Вы же пишите о мотивах. А мотивы Карпинской личного характера. Женщина, она всегда была любвеобильной, неравнодушной к мужскому полу. Нависсариона имела виды. А он ей еще давно ответил, что может любить ее только как сестру, поскольку семьянин, но у него жена есть. Это первая обида. Вторая обида заключалась в том, что Маша считала себя в прошлой жизни Марией Магдалиной. Она всегда увлекалась эзотерикой. Общалась с какими-то там духами. Странная женщина. Виссарион однажды деликатно дал понять Марии, что не важно, кем человек был в прошлой жизни, а важно, кем он является сейчас. Тогда же намекнул, что она не была никакой Магдалиной. Это вторая ее обида. А в первые годы она была в первых рядах рядом с учителем. Стояла за него горой. Это сейчас она отнекивается. Рассказывает с экранов ТВ, что единственной ее целью было построение детского города. Ну-ну. Проект, которого сначала хотела осуществить у нас в Санкт-Петербурге. Журналист этот об этом знает. Был у нее и спонсор, с которым она поссорилась и за Виссариона, так как она была в него влюблена, в учителя. Тогда решила осуществить свою идею в общине. Никто ей не препятствовал. Простая женская обида отвернула ее от Виссариона. И тогда она уехала куда? В Индию. А знаете кому? К Сатье Саи Бабе. К которому ехали огромные толпы людей со всего мира за чудесами, которые он проявлял. И тогда же она стала активно поливать грязью Виссариона и общину, не гнушаясь лжи. Вот такая правда есть от другого человека. Я надеюсь, что под данным видео напишут нам многие из общины люди, которые либо подтвердят, либо это опровергнут. А вы, дорогие друзья, просто зрители, пожалуйста, читайте, не ленитесь письма, которые будут писать люди под этим моим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, смотрите. Так, идем дальше. Пишет Тищенкова Елена. Юрий Андреевич смотрела ваш выпуск про общину. Вы правы? Так и есть на 100%. Я недавно разговаривала с подругой Ольги. Это женщина и ребенок, который умер от пневмонии. Высылаю вам переписку. Может пригодиться. Я попрошу своего помощника поставить эту переписку сейчас на экран, то, что я буду зачитывать. Ну уж извините с той орфографией и пунктуацией, как есть. Итак, письмо. Девочки, вы все прекрасно знаете, какой конфессии я отношусь, что ровно дышу к разного рода организациям. И были времена, что я, каюсь, была к ним нетерпима. Но то, что показывают наши СМИ теперь, и меня выбило из колеи. Тело мертвого младенца, которое показали в интервью, и это сын моей подруги, у которой ребенок ушел из жизни от пневмонии. Просто не успели довезти до больницы. Просто поднялась температура. Через два часа он ушел из жизни. Пневмония в такой форме, видимо. Лен, помнишь, я тебя еще долго расспрашивала, как от этого можно защитить детей? Детей ты сказала, что никак. Они открыли дело в милиции. Даже адрес показали и фото. Оля с мужем и детьми живут в этом экопоселении. Олег поклонник этого учения Виссариона. Оля просто влюбилась, замуж вышла. Они тоже из Ижевска. Мы с Олей в университете вместе учились. Там какие-то ресурсы нашли на этой земле. Решили красиво этих товарищей прогнать. Вот то, что думают, кстати, тысячи людей, сотни писем и подобного рода мне приходило от людей, кто в теме или рядом, или просто наблюдатель. То есть не только из общины. Да и вот женщина тоже не из общины. Ольга ревет. Ольга, мать этого погибшего ребенка, ревет. Ну, во-первых, такое увидеть по ТВ без ее ведома, без ее воли, да? А во-вторых, СМИ приехали брать интервью у нее. А она закрылась с детьми в доме. Она закрылась. Она не хотела давать это интервью. Так это бред полный. В больницу. Если что, они ходят и лекарства пьют. Все понятно. Я вот такое показать. Если следствие, понимаете, следствие предъявляет, вот в том числе, как эти ТВшники, что они не пользуются там лекарствами, гнобят детей, мол, Виссарион запрещает и так далее, то это моментально рассыпется. Потому что люди, огромное количество людей. Слушайте, ладно, люди. Сама мать. Я полагаю, она даст интервью. Вот Александр мне об этом обещал. Найти ее и другую семью, у которой погиб когда-то ребенок. И если они выступят, то это, по крайней мере, обвинение рассыпется в пух и прах. А вы видите, дорогие друзья, что в принципе пока нет ни одного обвинения, которое было бы объективно хоть на сколько-то. Ну, идем дальше. Еще раз спасибо вам огромное за то, что вы делаете. А я, собственно, ничего не делаю. Я просто считаю своим гражданским долгом позиции, когда обижают совершенно невинных людей, тех людей, которые не особо-то могут за себя постоять, даже их если много. Это подлость и низость. Когда интересы какой-то высокопоставленной твари перевешивают интересы честных, порядочных людей, которые дают живые примеры, да, дают людям, другим, что можно жить свободно, честно, независимо на земле, я бы не такими мерами стал бы бороться с этими гаденышами. Но они когда-нибудь дождутся. Я просто, вы знаете, я просто поражаюсь. Вот сколько земля будет таких носить людей, и сколько, как велико будет терпение народа. Ну, понятно, вот у меня было видео, недавно вышло на днях, кстати, как у Михалкова, 3 октября, прям в один день, у меня пораньше, у него попозже, видео про диктатуру политкорректности, толерантности, где я объяснил как раз все причины следственной связи, не только про Запад, но и про нашу страну, как у нас шло, все к этому у нас, конечно, не в такой степени, однако, очень созвучно многое, что перекликается. С уважением, Елена. Еще одно письмо зачитаю, Александр Цыганко. Доброго времени суток. Я, Александр, живу в общине Виссарион 16 лет, лично знаком со многими задержанными. 22 сентября я стоял перед вертолетами, встречал эти маски-шоу, владею всей точно информацией. Мы пытаемся сейчас докричаться с нашей правдой до людей. Все, что, мол, я сказал, правда. Но мы знаем такой правды в разы больше. Ну, еще бы. Естественно, я-то могу со слов людей знать и только почувствовать. А я очень хорошо чувствую неправду. Очень хорошо. Помогите быть услышанными. Есть идея объединить таких, как я, других людей, журналистов, блогеров, чтобы добиться резонанса. Я только за и сам к этому призываю. Я сам писал этим людям, что вы создайте. Единый, я подчеркиваю, не десятки маленьких YouTube-каналов, а один, где людям будет проще заходить на один, и просмотров будет больше, и канал будет расти. А мы, неравнодушные люди, поможем вам раскрутить эти ресурсы. Обязательно одну-две соцсети, не больше. Например, Instagram, там и ВКонтакте. Ну, например, или Facebook. И также под видео в YouTube, чтобы эти ссылочки были. Просите всех людей писать туда. Заведите четко разделы, названия, по датам, по темам. Структурируйте информацию. Это очень важно. Рассматриваем идеи типа пресс-конференции, живой и онлайн. С радостью пишите мне об этом. У нас есть видеоматериалы, параллельные съемки всех федеральных, это каналы, которые показывали, а это какой был? Первый, Россия, НТВ, РНТВ, там и так далее, да? Ну, приказ, давайте покажем. Там море того, что не вошло в эфир. Чистейшая манипуляция сознанием людей. Я так скажу, с ними ничего не случится. Пока бьются наши сердца, мы будем добры и открыты. Конечно, нас могут прессануть и круче, и пересажать еще кучу народа, но за правду обидно. За стадность нашего общества обидна. Я бы сказал еще за безразличие наше общество к бедам соседей, товарищей, соплеменников. И за правду. За то обидно, что еще можно сказать фас, и через медиагигантов можно убедить людей в чем угодно, а дальше творить беззаконие. Очень жду контакта. Ну, я написал, все готов, открыт. Ну, и дальше человек пишет, что был удивлен увидеть меня в этой теме. Странно, почему? Четыре года назад на сыроедение переходил вот по моим видео. То есть смотрит мой канал. Ну, естественно, сотни тысяч людей по России и более чем в 60 странах мира смотрят мои видео. Я рад, что многим открыл глаза на правду в жизни, в разных сферах, так сказать, бытия человека. И питания, и образы жизни, и прочих мыслей, и так далее. То есть наши взгляды близкие, это взгляды людей, которые разделяют ценности жизни на земле, жизни в гармонии с природой. Это природное земледелие, ремесла, это восстановление деревень и сел. Это и есть настоящая любовь к родине и забота о ближнем. И о государстве, кстати, между прочим, в том числе тоже. На федеральных каналах у следствия есть один козырь. Это некая Ольга Климова, которая в свое время приехала в 1994 году в обитель. Такая странная довольно-таки женщина. Со своим сыном тогда им было 11 лет, сейчас уже за 30 далеко. Так вот, она предъявляет претензии, что отдала деньги, типа якобы на дом, на жилье, ее потом обманули и так далее. Так вот, мне на это, я спросил, естественно, у жителей общины, а как вот с этим быть, то, что показывают, действительно плачет женщина, ее жалко, прям вот смотришь. Они говорят, вы знаете, вот. И прислали ссылку. Дорогие друзья, вот это письмо, прочтите, от собрания обители рассвета. Называется, видимо, в своей газете там местные, они это опубликовали. А по прочтению, если будут у вас вопросы, останутся, вы можете спокойно задать в соцсетях, вот у жителей общины, эти вопросы, и получить на них естественный, исчерпывающий ответ, и они заинтересованы в объективности, они заинтересованы в открытости. То есть, чтобы ничего не замалчивалось, а они готовы общаться с любыми людьми. То есть, если будут вопросы, не мне адресуйте, я же не в курсе ситуации, а адресуйте непосредственно людям из общины. Они вам ответят. Мне они сказали, что скрывать они ничего не будут, никогда не скрывали и не собираются скрывать. Ну, а теперь, дорогие друзья, я вам зачитаю, пожалуй, то, что с телеграм-канала одного человека прислали, очень интересно. А вы как, вот, считаете, потом напишите, правда ли это? Называется «Около Кремля», чуть ближе. Арест главного сектанта Красноярского края Вессариона случайно совпал с необходимостью начала разработки Аксукского месторождения меди и золота в Туве. Вот еще и меди, да? И еще одно случайное совпадение. Компании «Энергио», которая должна разрабатывать месторождение, владеет бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Интересно, на какие деньги он владеет частью компании? Он получал, наверное, зарплату в миллиардах долларов или в миллионах? И бывший совладелец Норниколем Михаил Прохоров. А еще по одному совпадению, домик в поселке Сосны для Льва Кузнецова тоже строили сектанты-виссарионовцы. Видите, как интересные, какие хитросплетения есть? Как вы думаете, это совпадение? Все, ну, главное, дальше. Давайте подробнее разберемся с этим удивительным клубком совпадений и поймем, как связаны Красноярский край, Тывай, причем тут Александр Хлопонин. Прохоров получил месторождение после развода с Норникелем и не успел начать его разработку, потому что Кузнецов перестал быть губернатором и не смог поддерживать друга госбюджетом. А строить на свои деньги Михаил Дмитриевич не привык ни по-московски как-то это. В итоге спустя какое-то время смог помочь другой друг юности. Лихой казак Александр Хлопонин договорился о государственном софинансировании всего проекта в размере 60 миллиардов рублей. После чего появился молодецкий блеск в глазах «Теперь-то заживем?» И действительно зажили. Быстро подписали соглашение с Тувой, в котором обязуются построить социальную инфраструктуру в обмен на загрязнение окружающей среды как побочный эффект от добычи золота, платины, меди. Только есть один момент. Соглашение подписано в 2014 году, а Тува до сих пор ждет хотя бы детской площадки Интергео. Но мы забыли про Красноярский край, а он тут уж как важен. Оказывается, чтобы разрабатывать месторождение в Туве, нужно провести технику, да не просто технику, а многотонные тягачи, самосвалы, буровые установки. Только вот загвоздка. Везти надо из Красноярского края. Дорогу строить тоже надо именно тут. Иначе никак. Ну, чтобы близко было. И вот незадача. Прямо на месте, где дорога должна пройти, а точнее, где ее можно построить максимально быстро, исключительно за государственные деньги, 30 миллиардов рублей, и не вкладывать свои кровные прохоровские. Оказывается, уже 30 лет живет община из 5000 человек, виссарионовцы, которые полрублевки для олигархов застроили домами из массива кедра и сосны. Ну, и тут Прохоров решил поступить по старинке, не церемонясь и просто отжать территорию, вместо того, чтобы вложить немного денег и провести дорогу в объезд заповедника. Кстати, абсолютно верно сказано, эта территория должна быть объявлена по совести заповедникам. Надо водить туда экскурсии, что, собственно, и было до недавнего времени, но уже на государственном уровне. Учить людей, как переезжать на землю, обосновывать свои хозяйства, общины, любого вида, нерелигиозные просто общины, объединение людей, которым совместно вести хозяйство проще. Это, между прочим, кстати, прообраз, и по сути, это настоящее коммунистическое первобыто, общинное, что называется, общество. Только не надо ассоциаций про шкуры, мамонтов и так далее. Но намного проще оказалось назвать людей сектантами, принудительно выселить их и просто отнять землю, на которой они законно живут уже 30 лет. Это очень вписывается в бизнес-концепцию Прохорова и Кузнецова. Таким образом, написал свою статью на сайте некий Незыгарь. Вот, собственно, ну, в Телеграме. Вот, собственно, дорогие друзья, пища для размышления. Вот мое абсолютно непредвзятое мнение. Оно предвзятое только потому, что я ненавижу подлость, особенно, когда ее за благо какое-то, знаете, выставляют. Вот это просто низко, и это терпеть невозможно. Что еще можно в конце сказать? Гигантское количество писем приходит, вот буквально каждую минуту приходят все новые и новые. Поддержите людей. Если вы не поддержите, то и за вами могут прийти завтра, за любым, что называется, человеком. Никто не защищен. Ну, понятно, простой человек, чего с него взять, это ясно, но ведь моя хата с краю, так и страну можно потерять. Отдать, продать, последнее, что осталось, последнее, что осталось, у нас. А разные олигархи и иностранный капитал будут жировать, будут отнимать земли, в их угоду будут писать законы, переделываться, будут сниматься фильмы, деньги огромные, купить на эти деньги можно всех. Что на это я вам хочу в заключение сказать? Ведь многое говорить нельзя, да? И в данном случае я хочу сказать, чтобы ко мне претензии всякие сволочи не предъявляли, это мое субъективное мнение, я всего лишь руководствуюсь письмами людей и доношу до других мнения, которые имеют право эти люди высказывать. Своих мнений я особо в этом видео, впрочем, как и в первом, не высказывал. А напоследок хочу сказать вам, дорогие друзья, зрители, я очень рекомендую вам посмотреть вот эти два фильма, которые когда-то были сняты и даже показаны по российским телеканалам. Например, вторая часть фильма-сериала «Меч» была показана по НТВ. Третью часть вполне по понятным причинам не финансировали, телеканал отказался ее финансировать и показывать. По какой причине? Очевидно. Посмотрите, это малое из того, что действительно нужно посмотреть каждому гражданину нашей страны. В интернете это есть. Я даже купил после просмотра в интернете лицензионные вот диски, такие тяжелые коробочки в свою копилку багаж, что называется свой архив. Пусть будет. Ну, а на этом все. Напомню лишь, что под данным видео будет много интересных важных ссылок. А также на своем сайте youfrallof.blog будет страничка, которая будет пополняться теми ссылками важными на разные первоисточники, сайты общины и так далее, инициативные группы, то есть, которую мы опубликуем, и вот вы можете на нее заходить. Ссылочка на эту страничку будет тоже прямо первой под пунктом номер один под этим видео. Ну, а на этом все. Желаю вам всем честным, хорошим, порядочным людям крепкого здоровья, совести, поддерживайте порядочных людей, будьте патриотами, любите свою родину, не давайте поганцам глумиться, потирать ручки, радоваться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова